Продолжение следует... 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 Смотри! Красиво! Да, этих два мешка на кастрюлю надо. Подожди, вам, не все сразу. Сейчас наладим. Здорово! Не точность какая-то. Вроде все правильно. Здорово, призывник! Ну как? Во флот! Морской привет! Дима, здорово! Здорово, ребята! Здорово! До свидания, Лёха. До свидания. Заходи завтра. Ладно. Скоро я тебя провожу. Писать будешь? Конечно. Все-таки жалко, если у тебя с институтом сорвется. Ты же ведь очень способна. Ну уж и очень. Такой же, как все. Не скромничай, я в тебя верю. Ты можешь стать большим человеком, Иван, если не собьешься с дороги. Только обязательно иди в институт. Лёлька, разве это от меня зависит? Что я могу сейчас решать? Что? Плохо, да, Ваня? Ну что же. Плохо! Плохо, да. Плохо! 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 Маленький Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А дружок-то твой, Сережка Багреев, горный что ли подался? Горный Ну что ж, говорят он парень тоже ничего толковый У тебя, стало быть, не получилось Обидно Ничего проживет и без этого Не захворает Звонил, на седьмой вызвали Может и Шкудов подойдет Эти романс пока споем, передовая бригада Средь шумного Тебе бы все хахоньки цаплим А у Матвея самые здоровые органы во всем теле Горло Ты чего там копаешься, академик? Молока шеял? А ну попробуй, Семен, включи Ишь ты, стало быть, исправил Исправил Зря потревожили дядя Саш Вот видите Понятно Отдай-ка ты его к нам, механический Должно б парнишка в отца пошел У Николая-то золотые руки были Домой пора, Ваня Дядя Саш, я останусь, поработаю Что за штуковина такая? Пружины Зачем они тебе? Хочу изобрести тут Одну вещь Товарищи, гляньте Марсиане Сапоги с караходы Проблема единственная Передвижение Можно сказать Решена Да это ж каждому доступно По любой дороге В три раза быстрее И никакой усталости Акробат Ну прямо акробат А ну дай Я попробую Иди, господи Куда же Ребятаство одно-то и то Тоже придумать надо Ты бы лучше мотоцикл себе купил Вернее было бы Купил Не больно-то купишь У меня же семья Ну пошли, скороход Пора Ты зайди ко мне после смены Дело одно есть Ладно Вот, бери Дей, Саша, как это? Бери, бери Дей, Саша, у меня же денег нет Так, бери, без денег бери, говорю Я же ее после войны купил Старуху куму на хутор возить А кум теперь помер Ездить некуда Да и что я вроде козла на нем Бери, говорю Ездить ты умеешь? Попробую Денька! 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 Бензин кончился Что теперь делать? Докатим Он же на колесах Мне надо с тобой посоветовать. О чем? Вот закончу. Куда брать назначение? Так это когда еще будет? Решать надо заранее, тем более практика. Тогда, конечно, сюда. Куда же еще? Будем вместе? Вместе. А ты повзрослела. Дайте немножко бензину. До дома добраться. Вон из речки заправся. Аж 2О. Поехали. Черт возьми, а почему бы и нет? О чем ты? Лёля, это будет простейший в мире мотор. Смотри, система вот таких колб, в них впаяны электроды для парообразования. И очень мощный аккумулятор. Вся система погружается в воду, получается водометный движитель. Понимаешь? Я включаю их по очереди, для непрерывности действия. Зачем это все тебе? Как зачем? Ты знаешь, сколько горючего расходуется в разных судах, катерах, лодках? А тут простая вода. Вопрос только в соотношении объема колбы и мощности дуги. Нужен очень точный расчет. Лёля, ты прости меня, я сейчас, минут пять, не больше. Да уж следи пять минут, смотри, дом не взорви. Ну что ты дома? Вот что и получится, Лёлечка. Да уж больно много денег на свои затеи тратит. Другой бы новый костюм себе купил. А он все моторчики до стекляшки тащит. Что Лёля пишет? Так, лирика. Что смотришь? Грязь. Как-никак 250 километров. Это еще еле вырвался. А твой мотоцикл уже на воде работает? Ты, я вижу, становишься совсем взрослой, Лёля. Ты не обижайся, как и был мальчишка. Я останусь таким на всю жизнь. Будешь мечтать о сапогах, скороходах и мотоциклах на воде? Буду. Тебе не хватает определенности. А тебе? В общем, она меня тогда ошила. Так и надо понимать. Больше мы с ней не встречались. Была, знать, школьная дружба. Теперь мы выросли. Так, что ли? Наверное. Может, она полюбила кого? Может, полюбила. Мало ли, хороших ребят вокруг. Кто я знает? А может, тебя ждет? Меня. А почему бы и нет? Да ты что, Иван? А, мне теперь все равно. Я от нее всего три письма получил, ни одной фотокарточки. Даже не знаю, какая теперь стала. Можешь посмотреть, она сейчас здесь. На практике в нашей больнице. Гелена Владимировна, анализы Лукичева вы просили показать. Да, да, спасибо. Здравствуй, Леля. Друг детства. Здравствуй, Павел. Как я рада. Уже вернулся? Вернулся. Ну что ж, четыре года пролетели служивые. Что делать собираешься? Пойду на шахту работать. Да. Были такие талантливые, умные ребята. Ты и Иван. Почему были? Зачем ты, Иван, обижаешь? А я ведь и на море. Все думал о ней. Мечтал. Ну, помечтали и будет. Вот Сережка был к ней равнодушен. Поехали. Ну, все. Вечерком в клубе увидимся? Да нет, Пашка, некогда. Химия заела. Опять аж два О. Нет, тут дело посерьезнее. Много сдавать. А как же? На заочной, пожалуй, труднее. Я вот тоже надумал. С полгода по работе осмотрюсь, в техникум подам. И тоже на заочной, только вдруг не осилим. Ну да. Ты чего тут колдуешь, Вань? Да так. Интересно. Письма от Сергея не было? На столе лежит. Ну что, Алексей Гаврилович, опять с меня на нуле. Это я величай. Пашка! Здорово! Здорово. Слушай, заходи ко мне сегодня после смены. Смешную штуку эту покажу. Ладно. Ромацук-то дружок твой, что ли? Так точно, товарищ начальник. Со школьной скамьи. Очень дельный. Вот, думаю, бригадиром проходчиков его теперь назначить. Как считаешь, потянет? Пашка-то! Руками и ногами голосую. А, ну раз такая рекомендация, все решено. Ну, давайте застой. Ваня, хватит тебе возиться. Садитесь, мам, без меня. Скоро Пашка должен прийти. Я его подожду. Ну, ладно, я довольна. Идите обедать. Несчастье на шахте. Первомайская, ребята, на подмогу. Забава на девятом участке. Пашка твой там, еще трое были. Как у него нашли уже? Циганкова! Циганкова! Ну что, где остальные? Чего молчишь, циганков? Циганков, где они? Не знаю. Когда началось, я на нулевом уступе был. Ну и сразу через печь. Выпал с ваткаточной, побежал. А они же вышибли. Да, на крутом падении. Очень сильный. Ищем сверху по вентиляционному и снизу по откаточному. Обязательно позвоню. Товарищ Кулак, можно на девятый? У меня там друг. Давай. Главный, на расчистку в откаточный. Просит десяток добровольцев. Разрешаешь? Еще два их поднимает. Пашка где? Где Пашка? Подожди-ка, Ваню. Говорить можете, Алексей Гаврилович? Могу. Где Голоцук? Он же с вами был. Да с нами. Вот Василий вынес, потом меня. И вниз полез за Циганковым. А тут опять завалилось. Пошли на спуск. Из-за меня, Пашка, попал. Из-за меня. Ладно, будет теперь. Будем вверх по посту пробиваться. Искать по уступам. Искать по уступам. КОНЕЦ Играет музыка Эх, медленно. Если б машина такая была, чтоб сама по пласту на шоу время мечтать. В выступах не обнаружили. Пытаемся разбирать завал, насколько это возможно. Хотя бы в нижней части. Но лава ползет. Разве найдешь? А если бы нашли? И через столько-то дней нет больше пашки. Что ж теперь делать, сынок? В шахте работни, цветы плевать. Случается и несчастье. Машину бы, мам, машину. На крутых-то падениях. Какую машину. Смотри. Вот. Чтобы сама Вера без людей шла. Главное, быстро. И безо всяких крепений. Понимаешь? А тут что, винт, что ли? Нет, винт не пойдет. Пей чай-то, остынет. Продолжение следует... Смотрите. Чего тебе? Ничего. А ничего, так иди, куда идёшь. Или делать больше нечего. Смородной какой-то. Зачитался. 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 Ну, доведут тебя эти чертежи. Ладно, мам, ладно. Целый год это ладно слышал. И чего это ты зря голову ломаешь? Все равно ведь за что-нибудь новое схватишься. Нет, мать, это не игрушки. Это серьезное. Знаешь, как хочется сделать машину? Быструю, умную. Такую, чтобы ее шахтеры полюбили. А назад не попятиться? Упираться ж во что-то надо. Не попятиться. Гусеницы не дадут. А как ты ее в кровлю направишь? Вы что же упираться, когда еще ход не проделала? Воздух? Из трубы буду запускать. Из трубы? Опять сапоги скороходят. Ха-ха-ха! А ну, валяй отсюда! Я ж интересуюсь. Интересуюсь. Придираешься ты попусту, вот что. А парень для вас же старается. Ну вот что, марсианин. Мне это вот так уже надоело. Хоть и временно, а ты исполняешь обязанности начальника цеха. Бросай заниматься бирюльками. Непорядок все это. Налаживай-ка лучше цех. Я занимаюсь машиной в неурочное время. А материалы откуда берешь? Из отходов. Это из каких же таких отходов? Отходы. Небось, премию. Гонорарчик хочешь сорвать. Может, с вами поделиться, Илья Филимонович. Ха-ха-ха! Мало тебе забот. Ну, чего ты с главным механиком ссоришься? Ванечка, а это правда, что вы новые сапоги на гусеничном ходу изобретаете? Ха-ха-ха! Я сейчас. Здравствуйте. Сегодня была моя последняя смена, я уезжаю. В отпуск? Нет, в институт. Я ведь тоже заочно училась, а вот теперь надо закончить. Что, с машиной не ладится? Да нет, все хорошо. Ну что же, прощайте. Счастливо вам. Ваня, тебе письмо. Из института для сережки? Нет, Ваня, письмо из прокуратуры. В прокуратуру поступили сведения. Вы расходуете государственные материалы из фондов цеха на личные нужды. Это я на личные нужды? Черт возьми, да я строю машину. Из отходов строю. Для шахты, для страны, если хотите. Личные нужды. Кататься я в ней, что ли, собираюсь? Уголь добывать. А из каких же таких отходов вы могли редукторы для своей машины собрать? Даже пружины для сапог-скороходов имеют цену в производственной калькуляции. И сапоги-скороходы припомнили. Спокойно. Расскажите, все по порядку. Товарищи, прокурор еще занят. Присядьте, пожалуйста, подождите немного. Когда машин еще не было, наши деды и прадеды работали в шахтах Кайлон. И никому тогда в голову не приходило пилить уголь пилой или резать. Люди берегли свою мускульную силу и не тратили ее зря. В этом, если хотите, мудрость, народный опыт. Вот что натолкнуло меня на мысль. Принцип ваш мне уже ясен. Машина будет скалывать уголь. Это открытие. Скажите, а откуда вы вот так вот знаете горную технику? Я горняк. И работал секретарем райкома здесь же, среди горняков. А теперь, как говорится, перебросили на прокуратуру. А, вот где я вас видел. Помните, вы остановили нас на улице. Мы только что школу окончили. Нас было четверо, помните? Нет, простите, не помню. Петр Милианович, там много посетителей ожидает. И потом товарищ из областной прокуратуры. Скажите, что у меня очень важное дело. Очень. А привлечь к ответственности вас все-таки можно, если захотите. Вы не знакомы с казуистикой, дружок. Вот что. Я вас научу, как обходить бюрократов. Знакомьтесь, наш новый инженер Багреев. Тарасов. Да мы же знакомы. Да-да. Охотка. Здравствуй, Ваня. Сережка. Вот это да. В какой момент? Сегодня приехал, принял дела и вдруг узнаю про твою машину. И сразу к тебе. Страшно. А ты думал? Конечно. А вдруг не пойдет. В конструкции наверняка масса просчетов. Да и сделаны тоже. Условия, ты знаешь, какие были? Хорошо поддержал. Тут один человек. Да еще вот Тарасов с Крыловым в последнее время. Слушай, это здорово, что ты появился. Поможешь, Сережка. В теории я слабоват, понимаешь? Да подожди, так уж сразу. Дай осмотреться. Все готово. Можно пускать, Ваня. Фантазия. Фантазии. Фантазия. Пошла, пошла, вот тебе и сапоги скорохладить. Поздравляю вас, поздравляю вас. Вот человек. Ну, чем недоволен? Мало, Серега, мало. Прошла 50, пройдет и больше. Что пойдет, то я знаю. Вот в чем причина. Ну, видишь, я думаю, причина тут не одна. Ну да, конечно. А я еще не уверен. Ну так как, именинник? Передаем на завод? Нет, наоборот. Поднимем обратно в цех. Смотри, как точно окрестили. Крот. Здорово. Читал? Читал. Вообще, конечно, расхвалили преждевременно. Как ты считаешь? Да, между прочим, где ты был вчера? Ты можешь объяснить, какого черта вот здесь, с твоей фамилией, рядом стоит моя. А что? Все правильно. Значит, это с твоего согласия. Конечно, чего ты злишься? А то, что, получается, я навязался к тебе в соавтор. Немало было, значит, всяких филетонов. Сережка, брось. Ты очень много уже сделал. И я же сам просил помочь. Просил тебя? Просил. Ты помогаешь? Ну, помогай. А если так, чего же ты хочешь? А? Русь. Пойдешь ты, ну? Урешь, не уйдешь. Говори, где был вчера. Пусти его, Лельки. А разве она здесь? Приехала, работает в больнице, расспрашивала тебе какая-то особая, ты знаешь, заинтересованность. Чепуха. Весенние, летние мотивы. Не знаю, все допытывалось, не переменился ли ты. А. Понятно. Ну, передай ей, что я нисколько не повзрослел. Почему ты один? Мы с тобой договорились встретиться всем вместе. Где Иван? Ты знаешь, он исчез. Как исчез? Разве он не бывает на работе? Нет. Взял отпуск и пропал. Поразительная беспечность. Правильно ты сделал, что сюда приехал. Воздух здесь. А. А главное, батальоныч, не всякий меня здесь найдет. Вот не могу все докопаться. Для чего ты винт на полтора метра вынес? А там подальше от кормы вода плотнее. Сильнее отталкивается. Ну, до вечера. Сильнее отталкивается. Сильнее отталкивается. КОНЕЦ Здравствуй, Ваня. Здравствуй, Лёля. Давно мы с тобой не виделись, правда? Давно. Ну, ты с работы? С работы. Это ничего, что мы здесь вместе стоим? Почему ты об этом спрашиваешь? Ну, я же не знаю. Может, тебе неприятно, что нас кто-то увидит. А кто, например? Ой, какой ты смешной. Ну, почему ты ни разу ко мне не зашёл? Я же не знал, захочешь ли ты меня видеть. А если бы знал, что хочу? Тогда бы, конечно, пришёл. Иван, ну где ты пропадаешь? Я только что узнал от Лёльки. О чём ты думаешь, чёрт возьми? Серёжка, подожди. Кто будет доводить за нас машину? Ты будешь сейчас плясать от радости. Смотри. Что это? Чертежи. Ну, то есть новая машина. Какая новая машина? Ты знаешь, я боялся до поры до времени тебе признаться, поэтому избежал. Но теперь уже многое найдено. Серёжка, это будет оригинальная, изумительная машина. Мы назовём её горнопроходческим комбайном. Кто это мы? Ты и я. Мы же будем работать вместе. Постой. А как же крот? Крота придётся отложить. Ты что, с ума сошёл? Зачем? Серёжка, друг, крот по сравнению с этим просто слаб. Сейчас важнее сделать это. Не понимаю. Ты ставишь под угрозу почти готовую прекрасную машину. Её одобрили все комиссии. О ней писали в газетах. Так надо дать ей жизнь, а уж потом и думать о другой. Но почему потом, а не сейчас? Да потому что крот уже вот здесь, в кармане, ясно? А это ещё кот в мешке. Так зачем же нам отказываться от того, что мы имеем ради какого-то проекта? Ухлопать годы и снова по целине. Ну почему по целине? Я же здесь использовал тот же самый принцип скалывания. И мы же не отказываемся от крота. Ну, отложим её на полгода на год. А он своё всегда возьмёт. Так вот и надо доводить его. Серёжка, друг, комбайн сейчас важнее. Он даст больше угля. Во много раз, ты понимаешь? Ну что же любоваться тем, что есть в кармане? Закрыть глаза на то, что можно сделать? Да, Иван, ты просто зарываешься. По-моему, это неразумно и даже нереально. Как знаешь. Но я не буду доводить крота, пока не сделаю это. Понятно. Ты хозяин машины, ты можешь и так, и это. Конечно, что ж, как говорится, сбоку припёка. Опять ты за своё? Чего болкаешь глупости? Ну, конечно. Ведь и этот замысел тоже твой. И ты когда-нибудь так же отшвырнёшь меня, если я не пойду на поводу. Тогда выдумывай сам, и сам изобретай. Я знал, что ты мне это скажешь. Вот так номер. Хочу, делаю, хочу, не делаю. Зазнался, видно, парень. Да ты тоже хороший. Подумаешь? Обиделся. Я не обиделся. Но больше я машиной не занимаюсь. А кто же будет заниматься? Катаков! Иван! Ну, скорость у тебя космическая. Привет, отступник. Как же можно бросать на полпути изобретение, а? Ты, может, скажешь, сам задумал, сам и отступился? Да ваш же крот такая замечательная штука. Постой. Вот, видишь, тоннель в диаметре два с лишним метра, да? Вот так и моя новая машина по пласту пойдёт. А за ней потечёт рекой уголь. Тысячи тонн, понятно? Слушай, да тебе стихи сочинять, а не машины строить. Иди-ка ты в литературный институт. Сначала дай один закончить. Какой ты разучишься? Конечно, в горном, на заочном. Когда ж ты успел, а почему никто не знает? А что, торжественное собрание созывать? Э, брат, ты парень-то с подвальчиком. Тебя не так-то просто прошибить. Но только думай, общественность за тебя возьмётся. Прошла? Да, я боюсь за него, Сергей. Пожалуй, я впервые так сильно испугалась. Ну, значит, любишь. Наверное. Неужели он никогда не станет уравновешенным человеком? А ты пыталась хоть однажды в жизни, как говорят, бороться за неё? Ведь он же пропадёт. Бороться? Да. Лёлька. Лёлька, милая, как я тебя редко вижу. Ты читал фильетон? Ага, это меня воспитывает. Ты ведь в самом деле забросил свою машину. Лёлька, я задумал другую. Такую, что не сравнить. Хочешь, покажу чертеж? Нет, не надо. Я всё равно ничего не пойму. Ты помнишь, кстати, ведь мой отец был чертёжником. Сколько неудачников приносило ему свои чертежи. Один потом попросказывал, застрелился. Прямо у него на глазах. Ну да, вот чудак. Ну я-то скорее сам кого-нибудь застрелил. Ты знаешь, я так работаю сейчас, как никогда. Лёлька, милая, это будет замечательная машина. У неё небывалая скорость проходки. Лёлька, что ты так смотришь? Нет, ничего. Что с тобой, Лёля? Извини меня, я тороплюсь. Ты так вдруг ушла. Объясни, почему. Я не могу, Ваня, у меня ночное дежурство. И мне очень трудно с тобой. Не сердись. Ваня, Ванюшка. Здорово. Дима, привет. Слушай, помоги мне пробраться в эту медицинскую крепость. А кто у тебя тут лежит? Мужанке эту потребуешь. Это вы что такое? Бокс? Такая отдельная комната. Подходит. Отдельная комната, предел моих мечтаний. Как говорится, наконец-то мы одни. Сумасшедшие меня же выгонят с работы. В часы дежурства я в боксе с посторонним человеком. Ты можешь сказать, что заперла здесь с мужем? Ты мой муж? Да. И решала срочные семейные вопросы. Ну, знаешь, твой поступок ещё раз подтверждает, что ты годишься в мужья лишь какой-нибудь девчонке. Завтра я возьму тебя в охапку и вызов в ЗАГС. Дай мне выйти отсюда. Подожди. Я чувствую это решительная минута в нашей жизни, в нашей дружине. Отпусти меня. Я надеюсь, ты не станешь звать на помощь. А с кем же в твоём боксе разговаривает врач, Елена Владимировна? Со мной. С тобой там, когда ты здесь? Да. Тебе удалось сделать машину. Удача у тебя получилась. Но это же вовсе не значит, что тебе так повезёт на всю жизнь. Ты же наивный мечтатель. Тебя всё время заносит. Ты слишком уверен в себе, Иван. И тебя просто жалко. Не думай, что у тебя на всё хватит сил. Иди помирись с Сергеем и доработайте вместе, грота. Это же глупо. Ты веришь Сергею. Поверила людям, которые написали в газету. Веришь сплетням. И не веришь только мне. Но ты же бессилен что-нибудь доказать. Лёля, я прошу тебя, на два слова. Ох, раздраконили. Хватит тебе, Забаскаль. А чего же, конечно, маломощный хвостун. Лишь ты, какая мощняга. Ну как, похоже? Нет, не похоже, Илья Филимонович. Как это не похоже? Люди от тебя машину ждут, а ты наобещал да в кусты. Я сдержу своё слово. Приходи ко мне, дядя Саша, чертежи покажу. Стенки оклей своими чертежами. Зря, выходит, тебе помогал. Ничего, брат, держись. Знаешь, как старики говорят? Старайся молоток, кувалдой будешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...